Девочки, я начинаю свой новый влог. И у нас сегодня поездка прекрасная к Ире. Ира, как правильно произносится город? Город Йонсун. Город Йонсун. Мы едем в Питерум. У нас везет супруг Иры. Алена рядышком вяжет носочек. Здесь я вам покажу, девочки, Светочка с нами. С нами наша прекрасная еще покучица. И Петка. Да, да, да. У нас шестеро. Да, кстати, все правильно. Правильная поправка, да. Мы едем и проведем два прекрасных полных дня с Ирой. И я уже упоминала о том, что Марина-Марина не смогла приехать на встречу. И мы сейчас по пути заедем, встретимся с Мариной. И оставайтесь смотреть видео до конца. Будет очень-очень много всего интересного. Ну, а мы пока в дороге общаемся и вяжем. А еще покажи, пожалуйста, чем ты нас угощаешь. Девочки, посмотрите. Это такой полезный перекус. Хорошая альтернатива конфетам. Да. Это яблочки натуральные. Яблоки довольно безвкусные, слегка кисленькие. Нет, очень вкусные. Но когда их высушиваешь, концентрация вкуса появляется. Очень вкусная. Спасибо. Рекомендую. Да. Что за красавица? Что за модель к нам идет? Березка стройная. Вы меня беременной видели? Мы сегодня говорили об этом. Мариночка. Победите. Привет, привет, привет. Алена, иди давай. Обнимашки, обнимашки. Как я тоже рада. Девочки, мы сейчас встречались. Какое прекрасное место. Мы ехали к тебе с официально. Девочки, спасибо, что вы приехали. Привет. Привет. Я так рада, что у вас получилось. Два телефона привет. На самом деле, Маркурс очень красивый. Нам уже нравится. Да. Марина, привет. Привет. Для меня, для моих зрителей тоже. Ирина, я не знала, что вы тоже блогер. Да. Я буквально два дня назад узнала. Всех, в общем, отмечу под видео. И мы пойдем тужинать. Олечкой, мы хотели тебя порадовать. Ну, тут тебе приятности маленькие. А я хочу показать тебе, пожалуйста, от одной. А никто не снимает, снимает. Подержи вот здесь. Так. Смотри, одна моя подписчица, зрительница, она сделала вот такую игрушку для твоего сыночка. Супер. Сама связала. Вау. У меня Йона, кстати, играет с той игрушкой, которую мне подарили вам ступень. Он так ее любит? Да. А, да, я помню, помню. Там женщина. Я знаю, что ты любишь кофе. Спасибо. Я тебе привезла из Славеи. Вау. Спасибо. Да, я кофе обожаю. Это еще не все. Нет, очень важный момент. Да. Там от меня кое-что. Но я привезла, чтобы это в холодильник. Супер. С трех раз догадайся. Сыр твой любимый. Из Нидерландов. Да, ты посмотришь. Это в холодильник. Остальное ты все увидишь. Это от нас с Аленой. Спасибо. Микс подарочков тебе, дорогая. Спасибо большое. Подарочки от Марины продолжаются. А-а-а, все, я люблю, Миги. Люблю. Ура. Чин-чин. Чин-чин-чин. Правильно. Мы их с собой в сумочку в самолет вот сюда положим. Я реально подумала, что как бы... Ой, мы сейчас так не тратим. Спасибо. Да, спасибо. Очень классно. Друзья, мы в прекрасном месте. Встречаемся с Мариной. Сейчас мы будем... У нас такой будет как ранний легкий ужин. Заказали салаты. И мы вот, смотрите, на берегу. Как красиво. Погода просто чудесная. Много людей, которые отдыхают. Марина нам зарезервила, рвала столик на всю нашу компанию. Девочки пошли делать заказ. А мы сидим, наслаждаемся, да? Прекрасный вид. Да, прекрасный вид. Прекрасная яхта. Очень красивая. Встретили с девочкой. Здесь нам подали вот в таких баночках. Мы почему-то с Олей подумали, это или лимонад, или пиво. Да, это водичка. Но оказалось, что это минеральная вода. Да. А мне надо их помочь, что я тут ищу. Как правильно читать? Красотки наши. Наши красотки. Да вот как мы ждали встреч. Как здорово, что вы приедете. Ольга Северная, вы занянула. Представляете? В Северной давали привет всем. Но зато мы приехали к Марии. Девочки, девочки, я бы сама... На самом деле намного интереснее, мне кажется. Даже интереснее. Девочки, я ваше видео, я просто их хараулила. И вчера, когда ваши влоги стали выходить, я их за поем смотрю. Время 11, мне еще надо влоги посмотреть. Мой сын уже 3 часа спит, я все влоги жду ваши. Да. Здорово. Нет, на самом деле классно. Девочки, Марина это самый лучший наш зритель и самый верный поклонник. Потому что вот мы, например, друг друга влоги так и не посмотрели до сих пор. Еще одна. Девочки, я хочу сказать, что это только сегодня и вчера. У меня на самом деле не так много времени. Да, да. Я шучу. Хочу смотреть, но я не знаю. Приходится выбирать. Конечно. Но вчера я прям знала, что вы туда неестественно. Знаете, это такое чувство, что... Вы где-то рядом, да? Вы где-то рядом. Это джем, я думаю. Это курочки. А, это курочки. Это курочки. Я сейчас очень часто сочетание. Мне все можно. Марина, тебе вообще в принципе можно все и всегда. У нас мы сейчас поужинали. У нас был очень вкусный, легкий ужин. И теперь Марина пригласила нас на пикник. Смотрите, она принесла вот такой плед. Алена уже... Я все все. Да. И сейчас Марина нам будет... Она привезла вязаные изделия, будет показывать. Ну и вообще будем пообщаемся немножко. Смотрите, как классно. Хорошо, что подушек нет. Да, Света готова уже и прикорнуть немножко. Давай, Мариночка. Смотреть, удохновляйся. А потому что в прошлый раз, когда я была в Амстердаме, меня поругали за то, что ничего не привезла, ничего не показать. Я как бы просто пришла, можно сказать... Звезда ты пришла, правильно. А теперь давай, показывай. Это долгожданно. В этот раз я так и думаю, ну все. Я сейчас все возьму с собой, я буду все показывать. Поэтому вяжется из очень классной пряжи. Из очень классной пряжи. А пряжи у меня нет с собой, но пряжи бесигарно. Бесигарно. Это хлопок Кашмир and Summer называется. Девочки, это новая коллекция. Светлая, красивая пряжа, молочная. Выбирала сама. В общем, это идет изделие снизу вверх. А ну-ка, давай. И просто это косички. Это просто девочки-косички. И я планирую стирать в машинке, Ольга. Да, в машинке, да. Потому что у меня очень классный образец. Он немножечко потом так распушится, дадут такой опушок, но... Ну как он классно держит резинку. Помнишь, ты связала образец, и ты написала, Оля, это пряжи? Да, это просто с собой. Машинки можно вязать прекрасно. Прекрасно. Нитка классная, 165 метров. Я сейчас уже выхожу, вышла на рукава. И вот этот шнур, девочки. И сколько у тебя сейчас на этот момент ушло? Вот этот шнур. Ну что тут уметь? Надеваем спицу, вдеваем, суем, да, суем. Поправьте меня. Чтоб плотно было стояло. Да, 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 да. И перекидываем петли. И очень удобно делать примерку. Конечно. А это у тебя, ты вяжешь, откуда у нас получается, так... Это изделие вяжется снизу вверх, я сейчас не буду продолжать, да? Хорошо, да, не надо продолжать, да. Ты сказала, что ты сняла влог, и ты во влоге все показала. Я все показала, да. У меня, думаю, будет готов к концу недели. Да, 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 здорово. Это будет мне, это прям мой цвет. Это твой, ты хочешь серый. Это будет то же самое, что и это. А-а-а, поняла, очень красиво. Я хочу связать еще, только с длинным рукавом я хочу себе связать, с длинным. Да. Вот на это прям вообще люди восторгают. Свет вообще обалденный. И я поняла, что это мой цвет, девочки. Тебе идет, да. И он подо все абсолютно подходит. Его можно и на платье сверху одеть. Да, покажи, покажи, давай девочкам покажу пряжу. Это в вливом стиле платье можно. Да. Пляжа очень классная, я уверена. Это новая пряжа, лен и хлопок, да, Алина. Мне надо уже надеть это. Да, вот смотри, как здорово. Это то, о чем я говорю. Просто на платье накидываем. У тебя красивая, кстати, прическа сегодня. А мне очки нравится. Там столько лака. Ну, тебе очень красиво. Спасибо тебе большое. Я не знаю, она пакает. Она пакает. Да? Да, она пакает. Мариночка, спасибо тебе большое. До новых встреч. Мы тебя любим. Мы с тобой вообще благодарность огромная за твою поддержку, за твое мастерство. Спасибо большое. Все, и до новых встреч. Пока-пока. 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 Мы доехали до дома Иры. И смотрите, у нас с Аленой здесь отдельная комната будет, где мы будем спать. Мы у Иры остаемся на два полных дня. Смотрите, у нас Amazing Wool and Abel Neat. То есть название наших магазинов. Здесь мы с Аленой будем вместе. Смотрите, какая красота. Вау, вот боже мой. Ого, вот это да. Вот это да, друзья. Привет. Смотрите, тут такие манекены. У нас женщина-мужчина. Очень красиво. Так. А здесь я вижу приготовленные халатики. Это мы пойдем в финскую сауну. Ира сама пошила нам халаты. Смотрите, какие классные. Легкие такие. А сейчас, девочки, я вам покажу. Мы, смотрите, Нэри. Это студия Иры. У нее здесь находится ее бизнес. Вход также. Здесь два входа. Ира. У нее свое ателье. Да, Ирочка? Смотрите, сколько всего. И получилось. Так. Какая красота. И вот ты посмотри, ты теперь на моих визитах. Как все интересно. Как все интересно. Ирочка, сегодня у нас была вязальная встреча. 30 человек. И мы ждали, когда мы доберемся до твоего гостеприимного дома, для того, чтобы вручить тебе лично подарки. И я начну со своего подарка из Нидерландов. Так. И первое. Что? Так много. Так, спокойно. Первое. Это в твою коллекцию наперстков. О, нет. Знаете, как я люблю? Открывай. И сейчас ты поймешь или нет. Так. Надеюсь, пойму, если я вижу. Посмотри. Что ты видишь? Цветы? Угу. Подожди. Я знаю, что... Да, так, я тебе помогу. А мне это самое... Ну, цветы. Это подсолнухи Ван Гога. Это коллекционный наперсток. Это наш Ван Гог, нидерландский художник. Да. Класс. Это тебе. У тебя точно в коллекции? Нет, точно нет. Точно нет. Можете, кстати, потом посмотреть. Да, да, да. Дальше, Ирочка, тебе обязательно сыр из Голландии. Боже. И вот такая мельница, которая крутится, это в нашем стиле. Вот синий с белым. Спасибо большое. Это синий. Сыр надо в холодильник не забыть. Обязательно. Да. Теперь дальше. Алена мне намекнула, что ты хочешь такие сучки, которые я дарила Алене. Спомнила меня. Я очень старалась. И тебе тут и ободок, и вот эти мягкие для умывания, чтобы, да. Дальше. Это по заказу открывай, доставай. Что здесь? Это ты меня уже. Да, да, да. Я старалась. Намек был. Намек был. Вау. Классно. Это клубни тюльпанов. Их можно. Причем меня спросили. Я покупала специально в аэропорту. У нас в Амстердаме, в аэропорту Скипхол есть специальный магазин, но там спрашивают, в какую страну вы летите. Я купила, я думаю, Ольге сказала, а сама думала, вдруг они у меня здесь слишком холодные. Нет, 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 все будет хорошо. И мне сказали, именно, я хотела просто объяснить, что не в каждую страну можно завозить клубни. Извините, и тюльпанов. Не в каждую страну. Мне спросили, куда вы летите. Я сказала, в Хельсинки. Сказали, в Хельсинки можно. Так, Ирочка, дальше. Я привезла тебе пряжу своего ручного окрашивания, которую я с любовью окрашивала. Вот такой комплект. Вяжи, что хочешь. Носочки, шапочку. Объясни, почему комплект. Это та же самая пряжа, просто она отдельно этим типом. Это та же самая, просто она однотонная. А здесь как бы меланж будет, да? Да, да, да. Поэтому ты можешь... Можно на лапопис. Куда угодно, куда твоя фантазия. Мы не будем подсказывать, мы увидим потом какой-то пресс. У меня, кстати, есть уже идея. Дальше вот такая бобиночка прекрасная. Это наши известные нидерландские вафли в такой красивой коробочке. Открой, это Strap Waffles называется. Обалденные вафли. Очень тоненькие. И в них карамель. И там внутри карамель. Они очень вкусные, Ира. Да я даже не сомневаюсь. Ну и последнее, это масочка для лица. И шоколад, который наш известный. Фабрика, которая находится в Нидерландах. Вот, всё, диета закончилась. Кто-то нас будет хачапурями кормить. Какие диеты? Тирамису. Иночка. Всё от души. Надеюсь, порадовала. Спасибо, девочка, большое. Спасибо, спасибо. Это я дочке своей, Сонечке, отвезу. И сама попробую потом. У тебя вот такие розовые серии. Как я рада, как я рада. Вот такой сатуар тоже из янтаря. Вау. У меня прям, девочки. Он просто, знаешь, такой как бы... Это натуральный янтарь. Это натуральный янтарь, да. Это очень. Это дурак. Я просто подумала, что Оля высокая. Да, мне подходят такие украшения. Как-то у меня ассоциация сразу с Ольгой. А там есть такая... Девочки, через спорочка. А я тебе больше скажу. Это тоже можно... Да, а я тебе больше скажу. У меня есть янтарное колье. Но янтарное, знаешь... Мы сейчас... Да, мы скоро идём в сауну. И смотрите, какая у Иры шапочка. Не принцесса, а королевна. Да. Класс. Это моя подруга. Да, это из фетра, правильно? Для защиты. Это валеная шерсть. Это не фетра? Нет, это мокрое валение. Окей. Хорошо. Спасибо за объяснение. Так, и это хорошо, очень защищает голову от высоких температур, да? Да, это очень хороший шерсть маринозов. Здорово. Ну что, мы после сауны. Сауну мы, конечно, не снимали. Друзья, посмотрите, какой у нас стол. Нам Ирочка уже... Смотрите, мартини асти. А здесь торт какой... Боже, что это за... Ира, что это? Это тортик. Вот, кстати, немножко вот здесь локло. Как? Вязаная, видите, полотно. Это, девочки, посмотрите. Посмотрите, здесь, да. Вязанный торт. Это тирамисо. Это тирамисо. А что это за супчик такой? Это не супчик. Это холодец. Холодец, боже. Это, как вам, диетическое заливное. Диетическое заливное. Здесь только желатин и... Курочка, я поняла. Естественно, это... Как здорово. Да. Смотрите, какие красивые вот это вот финский бренд Мари Мэка. Салфеточки. И, как сказала Ира, легкий ужин. Я сначала думала, что это супчик. Оказывается, это заливное из куриной грудки. Просто черный хлебушек, чтобы небольшой перекус. Мы сегодня очень много двигались, много общались. Поэтому сейчас будет легкий ужин. А дальше мы будем отдыхать. А я вам хочу показать, здесь такая зона чайная. Обратите внимание на интерьер. Смотрите, здесь самовар. Чайный набор, зефир. Смотрите, какие красивые ложечки. У Иры все с таким вот вкусом. Очень красиво. Друзья, я хочу вам сказать, что у нас уже начался следующий день. Утро. Очень тихо сегодня у нас, получается, понедельник. Мы сегодня выходные, потому что мы на отдыхе, в гостях. И мы сейчас отправляемся на завтрак. Нас Ира пригласила на завтрак. Где-то мы будем сидеть в каком-то кафе уютном, на свежем воздухе. Здесь буквально вот мы вышли из Ириного дома. Вот, девочки. Все здесь Ира и Света с собачкой нюхают цветочки. Да, ты цветочки нюхаешь? И вот здесь такой лес. Птички поют небольшой. Знаете, очень здорово выйти. Буквально, ну, две минуты от Ириного дома. И уже вот такая зелень. Меня вчера Марина спросила, Оля, что тебе понравилось в Финляндии? Я сразу ответила, природа. Потому что, собственно говоря, мы где-то по центру города какого-то там, Хельсинки еще не ходили. Был праздник, все было закрыто. А вот сразу мы прогуливаемся по таким вот красотам, по природе. И мне это очень нравится. Очень девочкам всем очень нравится. Мы уже взяли завтрак. Здесь по типу шведский стол. Сегодня, кстати, вот еще раз повторюсь, понедельник. Но люди отдыхают, тем не менее. Некоторые мы будем сидеть на улице. Мы решили, смотрите, вот здесь есть столики на улице. Можно, конечно, сесть и внутри. Но погода нам позволяет. Нет дождя, очень красиво и тепло. Поэтому вот с таким видом мы будем сейчас завтракать. Смотрите, какая русалка деревянная. Мы гуляем после завтрака. И девочки рассказывают историю. Смотрите, как вы думаете? Смотрите, прикована лавочка к березе или береза к лавочке. Ваши идеи, друзья. Пишите. Да, к чему бы это? Нам Ира ответ уже рассказала. Да же. Мостик. Мы просто гуляем в тишине. Очень полезно, потому что все мы, многие из нас, по крайней мере, много сидим. И по работе, и хобби наше вязание, да. И очень полезно погулять на природе. Птички поют. Надеюсь, вам слышно, друзья. Да-да-да, все, нет. Вот теперь музыка. Музыка. Давай, выбирай, какую музыку. Да, вот это. Вот, смотри, например, вот это, по-моему, у меня. Сейчас мы прослушаем. Приветики. Как классно. Мне так нравится здесь у вас на лежаках. И поработать, и повязать. И отдохнуть, да. Да, сейчас смотри. Нет, это было вчерашнее. Нет, это уже было, да. Это может быть, но есть, нет, я не это хотела. Красота. Здесь такой подход к воде, такой, как маленький амфитеатр. А мы сейчас идем через мост. Нам нужно перейти на ту сторону реки обратно. И Ира нас ведет в магазин пряжи. Она говорит, девочки, давайте пойдем в наш магазин пряжи. Конечно, мы с удовольствием. Нам интересно. И пойдемте шли. Расскажи про этот центр. Сайда картели. Это у нас такой дом, как бы, искусств такой. Или, может, даже больше сказать, ручную работу. И вот здесь у нас в Карелии там очень часто проходят всякие ярмарки, где продают ручную работу. И мы сейчас туда отправляемся. Также там есть бутики пряжи и уже готовых работ. И очень прекрасное, старинное в стиле, такое кафе. Очень интересно. Пойдемте. Здесь все, ну вот именно этот магазин. Я так вижу, что здесь все для дома. Ой, как я люблю такие магазины. Как я люблю такие магазины. Да, посмотрите, друзья. Такой чайный сервиз. Маленький. Вот моя рука. А вот пряжа здесь тоже продается. Тапочки здесь шерстяные. Натуральная шерсть. Очень много всего интересного. Нам разрешили здесь снимать. И рассказала, пришли блогеры. Продавец сказал, да-да, конечно. Сейчас вам немножко здесь покажу. Тут отдел для сада. Разные горшочки. Лечки. Интересно, что это такое. Так, все снимаем. А это свечи, да? Да. Это свечи? Да. Как ручной работы, кажется. Никогда не видела, чтобы так свечи продавались. Здесь очень интересно. Раумагарн. Я не знаю такой бренд. Мы просто начали здесь разговаривать с этой. С Дашей. Она сейчас в Раума живет. Да, это оттуда бренд. Говорит, нет, это не оттуда. И вот я так и не бренд. Это Раума. Раума. А, а Садидас? Да. Это не оттуда. Еще обратите внимание, здесь есть такие, а мы называем это wooden shoes. Видите, деревянные такие башмаки. Это вообще тема нидерландская. Какие красивые салфеточки, домики, открыточки. Книги продаются по вязанию и не только. Очень много свечи. В таких магазинах хочется себе все забрать в дом, потому что, ну, все очень красивое. Разные детали. Магазин. Здесь большое количество носочков. Алена, как тебе? Ну, они такие шерсти, да? Они плотные. Они из такой прям хорошей шерстяной пряжи. Зимние. Вот жаккарда. Ой, это прям вообще такие. Да, видно, видно. Они же двойные, да? Это прям как тапочки. Теплые зимы, теплые. Нет, это дома надела вместо тапочек. И вот, смотрите, из этого. А есть, смотрите, светочками украшена. Какая тема интересная. Резина. Сумочки с грязью. Резинные рисунки все прилистные. Оля, ты только посмотрите. Гетро. Гольф. 59 евро, да, продаются гольфики? Да. О, кстати, это дропс. Это то, что? Рисунок. А, видели. Это для полотенец кухонных? Друзья, для идей. Для туалета. Нет, это кухонные. Вот тоже. Ну, нужно и для туалетной бумаги. Для туалетной бумаги, да, для туалетной бумаги. Нужно, да? Вот, вот, смотри. О, видишь, маленькие. Тут можно сразу. Для туалетной бумаги. Сразу три штучки. Для идей, друзья. Ой, как видно. Да, интересно. Девочки, а вот эти вот рукавички называются Сильи Ла Пассет. Сильи Ла Пассет. Это значит, что ежовые рукавички. А, ежовые. Да, ежовые. Это ежики. И в нашем магазине, где я работаю, Ланка Малмаз, там у нас продается как описание, так и такая пряжа. И в общем, да, и у нас тоже в магазине есть такая модель. Очень популярная. Она в Финляндии. Очень детки любят ее. Здорово. Здесь большой зал, и тут много разных магазинчиков ручной работы. Пряжа. Боже, какая прелесть. Посмотрите, какие звери. Как красиво. Вот такие же обои. Да, Ира рассказывает. Помните свой цвет? Одинаковые обои. Это старые постройки дома. Я не помню, какого там, по-моему, написано. Станки. Да, да. Ирочка. Смотрите, здесь на станках. Ткут, я так думаю. Да, это ткацкие, я думаю. Станки. Пряжа. Наборы. Это разные такие декоративные. Да, это сразу, вот видишь, такие красивые здесь подвески из макраме. Наборы. Кстати, вот такую можно, смотрите, вот такую подвеску можно приобрести набор и самому сделать. Наборы на носочки. Просто распечатка, инструкция, плюс пряжа. Здесь много всего из дерева. Это что? Веретено. О, веретено. Классно. И вот эти вот обои, которые здесь в каждом, в каждой комнате, в каждом мини-магазине, обои одинаковые, а цвета у обоев разные. А вот смотрите, друзья, бусины. У меня, кстати, недавно подписчица на канале спрашивала, видела на встрече, что дарили обычную бусину. Очень удобно использовать при вязании из нескольких бобин. Протягивать несколько ниточек, несколько сложений через вот такую бусину, чтобы было одинаково на тишину. После прогулки домой, и вы посмотрите, Ира купила марокканский арбуз. Невероятный запах, вот такая мякоть. Специализированная макаринка. Ох, как вкусно пахнет. И сейчас будет выкладка вот на такой поднос, красиво. Ой, арбуз сейчас очень хорошо зайдет, я думаю, да. Сегодня утром, когда мы еще только-только просыпались, а Ира уже сходила за цветами, и она создала цветочную композицию сама на столе. Причем Ира сказала, что на стол не ставят высокие цветы для того, чтобы друг друга можно было видеть. Вот такая плоская композиция. Знаете, такая влажная губка, да, вставляются цветы. И вот эти листья декорированы, это из огорода Иры тоже. Кстати, чай мы вчера не успели попить, потому что было уже поздно вечером. Зефир Алена хотела попробовать. Очень вкусный, аппетитный. И такие красивые приборы чайные. Нас еще ждет, Арм. У нас время работы. Я монтирую свое видео. Смотрите, здесь ноутбук. Это Ира. У нас просто, смотрите, сколько ноутбуков. А здесь Алена работает. Ну, как работает? Человек просто уже заснул. Утомился. И от работы, и от прогулок. Ира грилит. Посмотрите, готовит нам вот такие свежие сосисочки. And what are this? It's a halome. Halome. Okay, nice. Сосиски. Ох. Как аппетитно. Супчик. Макажите. Супчик со сливками. Это сливочные сливки. Из лисичек, из лесных косичек. Супницы. Посмотрите, как красиво это. Очень красиво. Салат. Барная чешка. Я же сказала, праздник живота начинается. Какая сервировка. Всем приятного аппетита, друзья. У нас будет ланч на улице. Там, девочки. Пипеточки. Давай я сейчас встану. Да. Девочки, посмотрите, какое тут пипеточки свое место. Посмотри сюда, красотка. Пепи. Ах ты. Вот. Вот где она будет восседать во время нашего обеда. Да, ну там. Красотка. Ты красотка, да? Тебе хорошо здесь? Да. Привет. Смотрите, кто ко мне пришел. Прям по тонкому-тонкому балкону ходит. Но, видимо, уже не первый раз, поэтому... Привет. Будешь прыгать? Будешь прыгать? Ну, красавчик. Ну, пушистик. Аленушка вяжет носочки, как обычно. Я, смотрите, девочки, хочу показать. Заканчиваю первый моток. Вот это вот Summer in Kashmir. Вот у меня сколько. И у Светы посмотрим. Света за все эти дни впервые достает из широких штанин свой палантин. Стеги получились. Да. Из стопроцентного мериноса. Это пряжа Дундега. Из твоего магазина. Из моего магазина. Красивый цвет. Из нашего магазина. Да. Из Кати и Света. Да. Такая красота у меня будет. Красиво. Я представляю, как это будет после ВТО, когда все, вот этот ажур вырвется. Да, здесь немножко уже отпарено. Здесь чуть-чуть уже видно. Здесь вот связано, да. Но это будет потрясающе. Можно будет его сворачивать этой стороной, этой стороной. Или по-разному. Ну что, давайте повяжем немного.